А спроси, если званые есть, то кто-то звать должен? Сразу остановится. А куда звали? Ну написано куда. Впереди говорится о брате. Как вот эти слова совсем никак не разбираться? Значит, задача должна быть та стоит, что если мы хотим на небо, а больше ничего не под спасение души, а милостыня, пост, молитва, это все содействует к этому. Главное душу спасти. Что польза, если весь мир приобретешь, а душу повредишь? Прямо говорит Господь. Ну был ты президентом, был царем, ну даже весь мир тебе бы подчинялся. А что дальше-то? Ты все равно умрешь. И как хорошо, что есть благо, есть смерть. Она прекращает беззаконие, а праведник достигает уровня, достаточно, чтобы Господь его взял. Если много званых, значит нужно звать. Я вот обращаюсь к бабушкам, к дедушкам, к родителям ко всем. Вы хотите, чтобы ваши внуки, дети были в Царстве Небесном, не в аду горели? Посередке-то нет места. Или рай, или ад. Вообще нету места никакого. Это люди придумали серийку и мглу создавать. Есть свет и есть тьма. В Библии вообще больше ничего нет. Это так, ну я не против, вроде как-то вот. Потом я призову батюшу, там что-то скажу ему. А что уж скажешь-то, когда все забыто. Ну и даст он мне проглотить причине, все, тогда дорога в рай открылась. Такого в Писании нигде нет. Это все придумано. Без отдачи сердца Христу, без обращения, без ответа на его призыв, при жизни, ничего нет. Это лютый обман. Притом обман, когда человеку уже не дается времени раскаяться. Он думает, смертный час, позовут, что-то сделают. Все может сделать. Но все это будет уже не на основании Писания. Ты званый не был. Первое. Я призываю вас сейчас. Вы видите, что с вашими внуками делаются. Они непосредливые, стоять не могут, крутятся. Семь минут, ну не много же, семь минут, они не могут. Я вам даю конкретный рецепт. Выполняя который, вы исправите своих детей. У меня опыт непростой. Я начальник детского лагеря, притом основатель его. Создатель устава детского лагеря. Притом это единственный лагерь, наверное, в Советский Союз был в советское время. И 35 лет я уже начальник. У меня опыт тысячи детей. Я не экспериментировал, я просто брал слово Божие и применял. Меня несколько раз хотели судить за то, что я наказываю детей. Детей наказывать нельзя. Я им показываю по Писанию. И Бог давал защиту, как эти прокуроры края. И от меня все дела отставят. Как одного допрашивали, следователь приехал. Юноша, он уже большой, вас здесь избивают. Никто нас не бьет, нас наказывают за наши проступки. Его никто не учил этим словам. Он сам понимает, наказание это не то, что тебя избивают. Причем не повреждено тело. У меня ребенок акклиматизируется в лагере две недели. И за две недели у меня почти не было случая, чтобы родители не удивлялись. Когда ребенок вот такой, и потом приезжает, это мой ребенок, он спокойно подходит, обнимает родителей. Приехал домой, из другого города пишет. Помогает бабушке, сестренку младшую недолгую. Как вы могли что сделать? Никак. Я открыл Евангелие и ввел его туда. Я его постарался, но Христа посадить. Первое. Отсадите ребенка от телевизора и сами отойдите от него. У меня нет телевизора. Поверьте. И мне ни разу это, нигде, не было унижением, когда я разговариваю с большими людьми, с профессорами, с академиками, с главными администрациями. Нигде, ни разу я не почувствовал какую-то ущербность, что не смотрю телевизор. А мне многие говорили, вы знаете, что там показывают. Попомнил КГБ звонит. Я, говорит, этого не знаю, что мой внук смотрит сейчас. Средства массовой информации все в руках людей, противных христианству. Все моды дают гомо-сихаристы мира. А это по моде. Ребенка отсадите от компьютерных игр. Вообще, чтобы он телевизора не видел. Если хотите, чтобы он работал, учите его печатать. Печатать можно, учить, то, что ему в жизни потребуется. Это первое. Второе. Дома занимайтесь Словом Божьим. Открывайте, скажи, я зову тебя. Будешь ты избранный или нет, не знаем мы. Но есть благодать призывающая. Это Бог послал нас. А есть обращающая. От этого от нас не зависит. Может, я сеющий, поливающий, ничто. Но все Бог. Это Бог только изберет, даст, и тогда только будет. Может, и сеющий, поливающий, ничего не значит. Но все Бог возвращающий, обращающий. С ним занимайтесь дальше. Водите его в Храм Божий. Вы не думайте, что ребенок просто пришел к иконе, к Библии прислонился. Это большой отпечаток детской души. Это пластилин. Лепите пока не поздно, иначе вы прятаться будете от своих внуков. Они вас душить будут. Это поколение новое растет. У них никакого страха нет. Совершенно. Они не знают, что такое жизнь вечная. Сейчас только вот пишут в газете, следователя милиции задержали. Сто человек убил. В одном два щекотила. Он знал, как уходить от погони. Никогда по рельсам не шел, только по шпалам, чтобы собака с этим взяла. Демоны зла вырвались на свободу. А это может быть ваш ребенок, ваш внук. И до лета отдавайте его нам в лагерь. Вы горько будете жалеть, что его нет. У нас здесь стоят бабушки, которые отдавали ребятишек, которые с ними были. Они видят, какие у них изменения дети. Притом мы ничего не вводим нового. Только раннее вставание. Начинается с гимнастики, чтения молитвы, чтения Евангелия. Я говорю то, что есть. Он отдыхает в природе. Нельзя обижать, нельзя ругаться, нельзя ябедничать. Ребенку это на всю жизнь сгодится. Ребенок, который не может минуту стоять, спокойно дергается. Он совершенно спокойно стоит. Дальше у нас есть домик специально, так называемый, для царствия Божия, посвященный. Там занимается специальный человек. И дети учатся там коврики разные, вяжут. Он спокойный ребенок работает. Я вас зову. Много званых. А избрание зависит от Бога. Мое слово вас достигло. Распространите его на семью и на знакомых. Подготовьте свой контингент к лету. И даже сюда приходит ребенок, без внимания его не оставляет. Ему пять минут даже трудно стоять. Выйдите вместе с ним, поставите. Может быть только кончится, поскорее во двор выйдите. Дай ему там покрутиться. А потом опять его за слово Божие. У него не будет усидчивости. Он не будет радости составлять учителям. Это очень и очень большая беда ждет ребенка. Даже высказать нельзя. Он нежеланный будет в обществе, в государстве. Вы понимаете, вы обрекаете детей своих практически на уничтожение. Когда нет у него послушания. Он никого не видит, он не слышит. Он один. Он сам по себе. Все перед ним пляшут, все выполняют. Он незваный. А вы не позвали, а Господь нас послал звать. И вы даже родных не смогли позвать. Звать надо с надеждой. А иногда надежда не оправдается. Ну и еще у нас приезжала сестра, она из Казахстана, принимала крещение. Такую дали ехать. Она не была подготовлена. Но просто мы не могли по-другому. Это пересекать границу. Каким трудом. Ее покрестили. Я ей сказал, у тебя самые большие искушения начнутся сейчас только в жизни. Вот сейчас. То, что у тебя было, муж ушел, там сын запился. Это все еще не главное. Главное сейчас, когда ты уже в избраннике записана. Ты уже в избранное число записалась. Но здесь вообще нет знания, я не знаю. И первый, кто будет препятствовать поп. Вчера звонит так. Он ее отмучает за то, чтобы имела крещение. Тот, кто за нее показывает, батюшка, смотри, вот апостольское правило 49-50, если не полное погружение, то извергает сестра. А он указывает, а настоятель же так не учит. Он говорит, я тебе апостольское правило, он не слышит совершенно. Я показываю Киприан 14 веком, читаю Кирилла Ивусалимского, вообще ни одного слова не принимает, не слышит и ничего. Я говорю, ты показывай на патриарх. Он говорит, ну настоятель-то никого не надо. Это поражение страны. Поражение сверху. А с какими претензиями сегодня? И одна страна не названа Святой Русью. И Бог показал, надмивайтесь, вы Святая Русь. Святая. Так вот, я отниму, может быть, на полсекунды свое благоволение к вам. Теперь посмотрите. Ваши прихожане вас по попу уничтожать будут. И архиерея простреливать будут. Все уничтожно. Храмы разломаны будут. Самые храмы с толщиной стены, 3,5 метра толщина храма Спасителя взорван был. Как писали в журнале, говорят, только антихрист мог сделать. Значит, это антихристы были. Это антихристы, еще наши прихожане. Святая Русь. Замокло все. Бог говорит другое слово, заметите. У вас святая, сатанинская будет. Не набивайте. Бойся Бога. Посланные не были. Я вам покажу Господь. Говорит. И Господь нам сегодня это показывает. Спрашивает, а могли бы вы разрешить? Не люблю это слово, проблема. Не могу еще сказать, кроме одно. Дайте людям Слово Божие. Все семинарии, школы, преподавания этики христианской направьте на одно. Познакомьте людей со Христом. Зовите их. Не в церковь зовите. Зовите их ко Христу. А скажите, а Господь установил гостиницу. И в гостиницу отдал. И тут два динария, Новый Версий Завет. И мы имеем рукоположение. Так, робко покажите. Выйдите на распуть. Я вчера говорил, я по порядку прохожу Евангелие. Тогда возможно это. Позаботьтесь о детях и о внуках. Зовите их. А как вот просто в своей обстановке сориентируйтесь. У нас есть кто с родственниками занимается. Уже у них родственники приходят, родители считают Слово Божие. У брата сестра приняла крещение. Хотя дома неблагополучная обстановка. Муж буян и дрочун. Результат обязательно будет видеть. Я когда обратился, я один Евангелие имел в деревне. Никто даже может в районе не имел, кроме одной баптистки. А потом вот обращаются люди. И мать пришла, и при смерти отец, и брат, и сестра. Бог утешает нас на этой земле. Много званых. Да мы не знаем еще все ли те, которые приняли спасутся. И я спасусь. Нет, я не знаю. Я же не баптист. Потому что я до конца устаю или нет. Один Бог знает. Второзаконие. Первая глава. 26 стих. Но вы не захотели идти. И воспротивились повелением Господа Бога вашего. И вместо Бога, Иеговы, которого избрали, они быка сделали, за быком пошли. Только в Захаре что. Как это можно было? Они не знали этого Бога. Не за правителем надо идти. Не за архиереем, не за патриархом. За Богом. И не бойтесь обличить, кто бы он ни был. Ну, конечно, слова надо подобрать. Писание больше подать. Ну, вот же написано, ему показывают. Ну, написано же. Ну, уже православное. Эти каноны-то для нас. Если не в три погружения крещены, не крещены. А на второе крещение. Никакого первого-то не было. Какое крещение? Крещение только одно. Крещение означает погружение. Погружения не было. Крещение не было. Вы это людям говорите. Когда вернулись из плена, Ниемия говорит 9.17. Вы не захотели повиноваться. Мы. И не вспомнили о чудных делах Твоих, Господи. Ты предал нас и отправил в плен. Не хотели повиноваться. Это с Россией. Я нахожу только один ответ. Один. Не потому, что царь плохой. А царь один из нас был. И не потому, что у него министры плохие. Тут никакие министры ничего не могли сделать. Мои повеления вы отвергли, Господь говорит. Богу ничего больше не надо. Мы уже чужие сделали. Поэтому только просыпаешься и сразу, Господи, Твои повеления в Святой Библии добудут в моем сердце. Помоги мне смиренно их принять. А Слово Божие обязательно будет нас продирать, обличать. Оно давить, сжечь нас будет. И благодари Бога. Если оно для тебя еще не мертвое. Бог обязательно тебе будет посылать людей, которые тебя будут обличать в чем-то. А ты даже не знаешь в чем. Что ты больше всего ценишь? В детей. Вот у меня дети. Из-за детей тебя будут обличать. Если ты профессионал, тебя по профессии где-то немножко сделать замечательное, чтобы выявить тебя. А какой ты христианин? А ты только поблагодари Бога. Если за красоту тебя покажут на красоту, никакой красоты и нет. Как Екатерине красавице было показано. Матфея, 23 глава, 37 стих. Господь, уже уходя с земли, последний может раз сидит с учениками и говорит, Иерусалим, Иерусалим, сколько раз я хотел собрать вас к себе, и вы не захотели. Эти слова надо было просто кричать над всеми Иерусалимом. Они не поняли это. А Господь-то видел, что в одно мгновение 30 лет ушло. И будет поражение страшное. Миллион сто тысяч евреев погибло при Каласадусе. Мне трудно поверить во цифру, но Иосиф Лавик говорит, это очевидец, еврей, полководец. Вы не захотели принять меня. И все время говорит только одно, не захотели, пришла революция, не захотели принять Господа, пришла перестройка, не захотели, развалился союз, не захотели, будет еще больше. Раздробиться и Россию. Если не захотели. А объединиться можно во Христе. Одним словом. Не забывайте в этом году избрание президента в нашей России. И пустое, самое пустое занятие ходить выбирать. Вы никого не знаете. По телевидению говорят, показывают, президент крестится, а он даже не крестится стоит. На кого думают? Молиться надо. И Бог из медведя может сделать игненка. Бог. Мы против ничего не можем сказать, а только говорить, Господи, Ты сам сказал, что и медведица будет с теленком. Исайя 11 глава. Так сделай теленком, чтобы он был настоящим служителем тебе, принесенным жертву тебе на алтарь. А кто звал, я спрашиваю, в России? Если пришло христианство в 988 году, то как можно было дальше-то находиться в этом рапсе? Это бы день и ночь кричали, и звали, и звали. Я не нашел ни в одном житии, чтобы хоть один настоятель сказал монахам, братья, нас достигло слово, блаженный званый, а Бог может кого-то изберет. Итак, Антоний начал, Пеодосибы, братья, драгоценное чадо Божие, отправляйтесь к русскому народу, как Степан Зверянам, пермский. Отправляйтесь до самых окраин, как Иннокентий, Вениаминов, митрополит. Идите к этим людям, которые не на русском говорят, как Макарий Алтайский. Идите этим алтайцам проповедуйте. Весь монастырь бы разослали, где-то не было. Они сами вырывались оттуда и были гонимы своими же. Трагедия страны заключается в том, что слово Божие не стало авторитетом, его глушили, давили и не посылали никого. Много званых. Что слово много, нас разве это не обличает, не было много званых. Звали в церковь, ну ты сам в храм пойдешь, да, ну давить будешь. Но слова-то какие они были на обиходе? Не ко Христу. Христа люди не знали. Вы скажете, ты придумываешь. Считайте житие Дмитрия Ростовского. Считайте житие Игнатия Брянчанинова. 1275 монастырей. Он едва нашел монастырь. И приехал, и написал, а наша закончилась. Игнатия Брянчанинова. Дмитрий Ростовский проехал всей епархии, вернулся и говорит, сегодня сказали бы, уровень ниже самого возможного. Попы ничего не знают, некоторые читать даже не умеют. Поповские дети берутся. Здесь же. Это в его житиях все написано. Да и тревога-то была какая страшная. Звать надо было. Что он может звать, когда сам не знает ничего? И Петр Первый-то преобразователь. Он большое дело сделал. Он сам с ним учился. Почему же ни одного Петра-то не нашлось такого в России, который научился бы в евангельской проповеди? Да из крестьянских детей Петр стал выдвигать, учить корабелов, строить. Ну учиться всякому ремеслу и надо смотреть, куда пошли, как воевать. Это он все сделал, этот преобразователь. Почему же в религиозной сфере преобразования-то не было? А если бы все епископы стали, да какое ты имеешь право патриаршество устранять-то? Ну и все, остановилась бы его машина. Да мы тебе на помощь. Он колокола снимает, на пушки переливает. Может быть и правильно. Еще колокола долбить, когда никого нет. Я его не осуждаю за это. Я только хочу сказать пример. Мирские люди показывают. Разные великие. Великий это Павел. Великий, конечно, в первую очередь нам Христос. Много званых. Остановитесь. Избрание от нас не зависит. Но звать, это от нас зависит. Кого вы будете звать? У вас родственники? Зовите, подходите, хвалитесь. Давайте им наш материал, который есть. Нам не надо ничего придумывать, кроме того, что уже имеем. Матфея 22,4. Скажите званым. Вот, все готово. Господь прямо увещевает, что все готово. А как сказать званым, если их не было? Мы первую ступеньку никак не можем сделать. Вот сейчас мы в семинарии ввели программу, прямо урок в академии, и сказать, братья, вы все будете зовущие. У нас в России нет званых. Видите, как секретно работает. Так давайте же идите. Вот курс кончил, теперь на практику, на три месяца куда-то, в какую-то определенную епархию, под присмотром архивеев. Это же большое дело. Сколько же учатся сегодня в семинарии, училищах, они все только там, на одном месте сидят, они никуда не идут. Нам нужно чисто евангельское слово нести. 1 Петра 2,21. Ибо вы к тому призваны, что Христос пострадал за нас и оставил нам пример, дабы мы шли по следам Его. Следы Христа отображены только в евангелии. Притом, чтобы следы Христа рассмотреть, как следопыту, по следам Его. Вы знаете, охотник, который по следам определяет, он может определить, один волк прошел, или семь волков. Давно ли прошли, или нет, он рукой пощупает, или застыла, не застыла глубина, какой он махиор, или нет, мы по следам должны узнавать. Здесь прошли те, которые перед нами, они за Христом или нет, начинают ссылаться на кого-то. Да эти слеветы совсем не попадают на следы Христову тут. Ты ссылаешься, он святой. Кто его назвал святым? Ты назвал, монах его и назвал, который сидел запертый. Ты посмотри, Христос призывает к чему. Ты не бойся авторитетам земных. Ты смотри, те, которые люди жили по житиям, сходятся они со словами Христа. Петр нас вот к этому призывает. И 1 Петра 3.9 И он говорит о том, что мы знали, что призваны к великому призванию нести Слово Божие. Помните, мы призваны, но избраны или нет, это Бог в конце, когда мы пройдем мытарство, скажем, и ты и так помнишь. Даже 309 метров пройдешь, еще ничего говорить не значит. Когда дверь закрылась, все, теперь оттуда дьявол не вытащит. Это секреты только так спасены. Павел мог сказать, а я не могу этого сказать. Потому что каждый день облепляет враг такими мыслями, делами, словами. Надо молиться, плакать и просить очищения и обличения. 1 Коринфян 1.9 Верен Бог, которым вы призваны в общение Сына Его. Значит, мы призваны, признали Христа. Призвание нас достигло. Мы считаем по Евангелию. Галатам 5.13 К свободе вы призваны. Только бы свобода не была угождением плоти. А этой свободе надо учить. А мы свободны. Сектанты сбросили посты, побрились, надели галстыки. Это не свобода. Это распутство. Свобода та, что я по Писанию избираю доброе. Я могу один день поститься, а мне свобода дается два дня. Я могу отдать десяти, а могу пять отдать. Понимаете, свобода еще. То есть, все время наращивай. До чего уровень достиг, это вчерашнее. Я сегодня еще больше сделаю. Сегодня я одному, завтра еще. И ты с утра только думай, Господи, а где я могу в деле в Твоем поучаствовать? Ищи таких людей, которые явно дело Божие делают. Ефесянам 4.1 чтобы мы поступали достойно звания, которое призвано. Задай такую загадку. Скажи, мы призваны? Кто-то может ответить, а должны поступать достойно звания. А в чем это звание? Звание в том, чтобы быть подобным Иисусу Христу. Павел говорит, подражайте мне, как я Христу. Христа вы не видите, но мне подражайте. 14 посланий. Я очень хочу ему подражать. Я представляю, если бы был Павел здесь, я думаю, я сошел бы с ним, сошелся до одной точки. А со Златоустом уже бы не сошелся кое в чем. И так далее. Я не боюсь это сказать. А Златоуст же великий. Но я тебе говорю, мое положение так. Это уже 4 век. Поэтому нужно смотреть в оригинал. А оригинал перед нами лежит Слово Божие. Теписянам 4.1 чтобы поступали достойно звания. В Колосинам 3.15 и довладышествует в сердцах ваших мир, которому вы призваны в одном теле. Будьте дружелюбны. Вот это призвание. Везде сеет мир, быть дружелюбным. Так, говорит, не цепляться. Где-то какая-то шероховаться, как будто ничего не было. Чуть маленькое какое-то неудовольствие. И уже себя... Да ты похорони это в себе, даже виду не покажи, что тебе не нравится или не так. Поблагодари и дальше опять иди. Ты не думаешь, что что-то тебе враг нашепчет еще лучше. Лучше он нашепчет, он только не вспомнится. Сегодняшнее достигнутое это уже сегодняшнее. К завтрашнему дню должна программа быть выше. Откровение 17.10 И те, которые с ним, со Христом, будут званые, избранные и верные. Значит, три ступени. Я должен быть званый, ко мне кто-то пришел, я был званый, это точно. А избранный я, избранный я был, но достигну или нет, не знаю. И верный. Тут я голову опустил, прости, Господи, неверный я был и многократно неверный. А верность наша заключается в том, что мы видим следовать по следам Него, что мы смиряемся. И любой, кто тебя знает, скажет, а я знал этого человека, такой вспыльчивый был, как Ефрем Сирин. Он сам о себе говорит, очень гневливый был. Ну, легко раздражался. А потом, а потом все обратилось к Богу, все говорят, да ты это или нет. Чтобы людям был очевиден наш успех. Писать говорит так. Чтобы самые близкие, родные, которые с нами живут, то сказали бы, о, если бы он не обратился, что бы с него было. Это Бог со мной это сделал. И как считаем в Откровении 19.9. И напиши. Блаженны званные на брачную вечерю Агнца. Они суть. Вот суть. Истинные слова Божии. Брак Агнца, вечности, соединение церкви со Христом и блаженны, кто званны. Мы не в храм только пришли. Храм это пробежуточное звено, помогающее нам приблизиться к нему. И блаженны. Эти слова напиши. Эти слова истинные, их не заметили в России. Это надо на каждое богослужение прямо в молитву вносить. Господи, да будем мы все званные. Владыка, пошли людей, которые родных наших призовут. Да соделай, чтобы я других звал. Эти слова истинные, подчеркиваю. Эти слова не выдуманные. И другого пути Царства Небесного нет. Чтобы были многие званные, поучаствуем в этом. Господь нас сегодня призывает. А чтобы повоствовать в этом, надо отречься само у себя. У тебя ничего не получится, пока свое прихоть, я, обиды, ревности это не уйдет. Отвергни себя, возьми крест и по стопам Христа следуй за Ним. Тогда слово, которое ты будешь звать, будет иметь настоящую действенную силу. Аминь. Аминь.